Сегодняшнее видео будет такое расслабленное, где мы с вами будем общаться. Я уже с собой приготовила вот такие спицы. Буду вязать носки. Это мой традиционный проект для путешествия. И предлагаю вам со мной пообщаться. Я отвечу на самые частые вопросы, которые мне в последнее время задавали. Я создала специальный список, он у меня есть в телефоне. И я буду изредка посматривать в телефон, читать эти вопросы, отвечать вам. И мы вместе с вами повяжем. Всем привет! Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube-канал, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. Сегодня я с вами вместе повяжу. С вами пообщаемся. И устраивайте поудобнее. Наливайте себе чай или кофе. Или давайте вместе с вами повяжем. И сегодня я отвечу на частые вопросы. Эти темы будут касаться хранения спиц, остатков пряжи, что я с ними делаю. Потом я расскажу еще о лучшей самой пряжи для носков. И вот какое доказательство сейчас я держу перед собой и вяжу носки. Вообще о самой лучшей пряжи немного расскажу. Какой мне доводилось вязать, какой я еще буду вязать. Об этом всем расскажу. И еще, наверное, все-таки поговорим с вами о таком актуальном вопросе. Это вопросы рекламы. Если вам все это интересно, будем общаться. Итак, что касается хранения спиц. Вопрос этот задавала Юля о хранении спиц. Я как раз в это время готовилась к путешествию, к отпуску. И, конечно, не могла сделать отдельное видео. А сейчас я нахожусь вообще в поездке, в путешествии. Поэтому думаю, что это нам не сможет помешать общаться. Я здесь даже стрим проводила, и все было хорошо. Итак, как же чаще всего я храню спицы? Возможно, конечно, я сделаю отдельное видео. Я даже думала об этом. Именно о хранении организации спиц у меня дома. Чаще всего, я даже могу показать пример. Чаще всего спицы я храню вот в родных пакетах, в таких упаковках. Где здесь еще фокусировка? Вот. То есть, в чем они продавались, в том я их и храню. Мне кажется, это удобно. Вы всегда знаете номер спиц, который здесь указан. Вот это, то есть, то, что здесь указано, это главная информация для вас. Вообще, у меня есть такая гигантская-гигантская коробка, в которой лежат у меня спицы различные. Там есть и круговые спицы упаковки, есть и длинные спицы. Я так думаю, что она по длине, скорее всего, около сантиметров сорока. Но есть один набор спиц, который у меня вообще не помещается ни в одну коробку, ни в упаковку. Мне приходится хранить их в столе, в ящике стола, где больше места. Это, конечно, не очень удобно, поэтому я вообще не рекомендую покупать спицы, которые длиннее, чем 40 сантиметров. Это неудобно. Я думаю, вы сами оцените неудобство пользования такими спицами. То есть, их мало того, что хранить негде, и еще, если вы будете ими вязать, вот это будет вообще неудобно. Поэтому я такие не советую хранить. Крючки у меня могут храниться в отдельной коробке. Бывает, если они без родных упаковок, я, скорее всего, их складываю, в общем-то, в одну отдельную упаковку. Но в целом, мне кажется, что вот в родных чехлах хранить удобнее всего. Я на стриме тоже на одном об этом рассказывала. У меня есть несколько таких видео об инструментах. Поэтому, вот, если вам эта тема интересна, то еще зайдите, посмотрите мои видео об инструментах и как я их храню. Там по типологиям есть прямые спицы, есть круговые спицы, есть вот такие спицы, которые, например, чулочные, такие маленькие, тоненькие, деревянные. Разные спицы у меня, естественно, есть, потому что, ну, никогда ты, наверное, не остановишься и будешь покупать все новые и новые. Так, еще один вопрос, который я выделила, сейчас я прочитаю. Это про остатки пряжи. Это мне тоже Юлия задавала в одном из, там, предыдущих видео. Тоже хороший вопрос. Я отношусь к тем людям, которые пряжу практически не выбрасывают. И я сейчас объясню, почему. Не знаю, возможно, я все-таки частично застала какой-то такой советский период времени, когда у нас очень сложно было вообще с пряжей. Может быть, это вот какое-то такое наследие с тех времен. То есть, вот, мне очень сложно выбросить пряжу. Я с этим, конечно, борюсь. То есть, если я вижу, что пряжа в совершенно ужасном состоянии, например, или если я понимаю, что я точно не буду из этого вязать, если это какой-то ужасный цвет или плохой реальный состав, я не буду этого делать. Это естественно. И даже так лучше, в принципе. Лучше от нее избавиться, чем мучиться вместе с ней. И если остаются у меня небольшие такие фрагменты пряжи, небольшие клубки, скорее всего, я что-то из них свяжу. Если это хороший состав и остается небольшой клубок, я могу из нее связать, например, какие-то носки. Если это, допустим, детские для младенца носочки, то это вообще очень хороший вариант. Для ребенка много не нужно. Были у меня такие случаи, когда я вязала какие-то шапочки, тоже для детей, допустим. Или если вещь нужна мне конкретно, я могу связать себе из остатков пряжи. Если я вязала целый джемпер, остался клубок достаточный для того, чтобы связать шапку. Можно связать шапку. Еще у меня есть несколько таких повязок на голову. Мне они тоже очень нравятся. Вот я, бывает, вяжу такие вот аксессуары небольшие. Можно варежки связать. Если у вас есть пряжа, например, двух цветов, похожих характеристик, или даже вот если они одинаковые, это вообще идеально, вы можете связать из нее, например, какие-то полосатые варежки или рукавицы. Это тоже хороший вариант. Поэтому в большинстве случаев я не выбрасываю пряжу. Если я знаю, что она хорошего качества, хорошего состава, она мне может пригодиться. Я стараюсь ее максимально использовать, и чтобы было удобно. У меня даже были несколько случаев, когда мне нужно было связать маленькое-маленькое изделие. Это вообще были кукольные вещи для племянницы, для ее куклы. Вот у меня как раз оставалась там яркая, красивая пряжа. Я вязала даже кукольную одежду. А для кукол вообще много не нужно. Вы сами это понимаете. Тоже хороший вариант. То есть чаще всего, если есть возможность, я не избавляюсь от пряжи. А если это буквально, например, нить вот, пусть даже 20 сантиметров, почему бы ее не оставить для каких-то вспомогательных целей? Бывает нужно набрать на вспомогательную нить какие-то петли, например, переснять какую-то часть изделия. Например, если вы вяжете регланом, вы переснимаете на вспомогательную нить петли, например, рукавов и вяжете основную часть изделия. Это тоже очень хорошо. Поэтому я вообще не рекомендую выбрасывать пряжу. Зачем ее выбрасывать, если можно что-то из нее сделать? И еще, кстати, отдельная тема. Есть даже такой подраздел, можно сказать, в вязании. Это что вязать из остатков. Про вязание из остатков это тоже отдельная тема. Скорее всего, я сделаю об этом отдельное видео, расскажу об этом. Здесь у меня есть такое мнение, что если вязать из остатка, то лучше вязать, конечно, такую вещь, которая будет самодостаточной. То есть, если вы что-то начинаете удлинять, углублять, стараться как-то надставить, связать плед из остатков пряжи, на мой взгляд, это вообще бессмысленная идея, потому что характеристики разной пряжи будут тоже разными. Один фрагмент может сесть в одном каком-то качестве, другой может расшириться, и этот плед будет вообще кривой. Скорее всего, я так думаю, я так делать не буду. Ну что, с остатками закончили. Теперь я расскажу про другую тему. Сейчас посмотрю, что у меня по плану. Итак, кстати, тоже задавали мне вопрос, пряжа для носков. Какая же пряжа идеальная? Тут я могу однозначно сказать, что, естественно, из стопроцентной шерсти носки вязать не нужно. Это вообще бессмысленная идея. Почему? Потому что они, естественно, протрутся. Бывают, вяжут носки из стопроцентной шерсти. Я, честно говоря, у меня просто не мой вопрос, зачем вы это делаете. Может быть, кто-то вязал. Вот объясните мне, для чего. Если вы будете добавлять даже вспомогательную нить, такую синтетическую, в пятку или еще в какие-то части носка, но все равно он протрется, например, на подошве. Какой в этом смысл? Здесь же специальная носочная пряжа. Вы можете купить прям специализированную пряжу. Или можете пойти в магазин, вот как я, например, чаще всего иду в магазин и выбираю пряжу, которая все равно состоит в какой-то мере из синтетических волокон. Что это значит? То есть, например, 20 или 25% для носков в составе пряжи, это вообще очень хороший вариант. То есть они у вас не так быстро протрутся, будут у вас хорошо носиться, принимать форму хорошо. То есть вы их постирали, и носки вернулись в такую... Ну, не будет она растягивать, эта пряжа, скорее всего. Хорошие будут характеристики, как раз идеальные для носков. Поэтому, да, я вот советую, естественно, выбирать пряжу все равно с какой-то частью синтетики. Что-то это будет, ну, типа акрил или полиэстер. Смотрите сами. Но в любом случае из 100% шерсти вязать вообще никогда не нужно. Носки именно я имею в виду. Ну, что там дальше? Следующий какой вопрос? И вообще, лучшая пряжа. Мне многие пишут и спрашивают, какая же самая лучшая пряжа, из которой я вязала. Ну, пока я так могу абстрактно сказать, что вот пока сейчас мне очень нравится бобинная пряжа, потому что у нее просто идеальный какой-то расход сказочный. Джемпер из твида я связала, махеровая шапка просто вообще легче облачка. Очень красиво выглядит. Очень хорошие составы чаще всего. Конечно, за ней нужно ухаживать специфическим образом. То есть ее нужно стирать определенным способом. Это довольно сложная вообще задача. Выбирать ее тоже сложно. Но это стоит того. В моем, например, случае, не знаю, я теперь очень стараюсь по минимуму покупать какую-то пряжу такую уже моточную. Хотя есть, конечно, и хорошие такие артикулы, наименования. Есть хорошие пряжи и моточные. Но, честно говоря, я пока себя не могу в этом перебороть. Я вот хочу сначала и завязать мои вот эти вот остатки хотя бы в какой-то мере эти остатки бобинной пряжи, а потом уже буду смотреть, что я хочу дальше вязать. Поэтому посмотрим. Сейчас у меня, кстати, в работе тоже и одна вещь из моточной пряжи из таких остатков прошлой роскоши. Лучшая пряжа – это качественная пряжа с натуральными характеристиками, которые вам не колятся, которые вам нравятся тактильно, по цвету, по характеристикам. Выбирайте любую, которая вам нравится. Ну, еще есть тема такая, конечно, это отношение к рекламе вообще на каналах, например, на каких-то аккаунтах блогеров. Отношение у меня такое, оно, можно сказать, рациональное. То есть я не могу сказать, что я прям против рекламы, но если она не совсем уж я не знаю, в таком каком-то грубом контексте, что ли. То есть если не совсем прям это так вызывающе наглядно демонстрируется, то я вообще это даже приветствую. Почему я это приветствую? Потому что, потому что, как ни крути, реклама для блогера – это его какие-то хотя бы заработанные копейки. Потому что, ну, не секрет, что никаких с неба падающих денег у блогеров нет. Если это качественный продукт и блогер, как обычный человек, потребитель, пользователь рассказал, что ему что-то понравилось, я вообще только за. Это хорошо, это помогает развиваться, это помогает узнавать что-то новое и зрителям, и этому человеку, этому блогеру. Поэтому я вообще за рекламу. Если человек не кривит душой и рассказывает об этом просто свое мнение, как ему это понравилось, тогда я это только приветствую. Если это речь идет о намеренном обмане, то я, конечно, против этого. Потому что, если человек рассказывает о чем-то неправдиво и не по-настоящему, то это как-то вызывает такое неприятное ощущение, то есть, как будто бы тебя обманули. А если это искренне от души, ну и пусть этому человеку немного заплатили, что в этом такого? Если он рассказал о том, что действительно хорошо и может быть полезно его зрителям. В этом я ничего плохого не вижу. И если какие-то товары на обзор присылают, например, блогерам, мне кажется, это тоже хорошо. Если вам это вообще не нравится, как зрителям, то вы всегда можете пролистать это видео, например, или вообще не читать этот пост в интернете где-то в сетях. И все, это ваш собственный выбор. Сейчас уже вечереет, уже так пасмурно немного становится. Поэтому я, наверное, с вами буду прощаться. Я сейчас нахожусь на морях, нахожусь в отпуске, в путешествии. И если вам это интересно, то заходите в мой инстаграм, подписывайтесь на меня. Ссылки есть под видео. Там я больше информации размещаю о том, где я нахожусь, куда я путешествую, езжу, например. Хотя это не так часто бывает, конечно. Там я еще пишу больше о книгах, которые я читаю, о фильмах, которые смотрю. В инстаграме это делать, наверное, проще. Хотя, если вам эта тема интересна, например, про фильмы или про книги, я могу тоже сделать такое видео. У меня было уже пара таких тематических роликов. Может быть, стоит их повторить, потому что некоторые зрители меня об этом просят. Мне тоже это очень приятно, что у нас идет такое с вами взаимодействие, общение. На стримах бывает у меня очень много зрителей. Мне тоже это очень приятно. Возможно, я какой-то стрим даже проведу вот именно вот в таких условиях, таких условиях моря, юга и всего красивого. Поэтому я вам всем желаю удачи, побольше вдохновения. Пишите комментарии, пишите вопросы, если у вас еще остались. Возможно, вас интересует какая-то тема, о которой я вообще никогда не рассказывала. Возможно, это мне будет интересно что-то новое узнать, поэтому обязательно пишите. Я буду очень рада с вами пообщаться. Увидимся в комментариях, увидимся в социальных сетях. И всем пока. До встречи.